В Кустанской области по многолетним наблюдениям специалистов в весенний поводок в южных районах региона начинается 20 марта и завершается 21 апреля. В северных районах со 2 апреля до 29 апреля. На территории области в этот период подвержены подтоплению 49 населенных пунктов, а площадь затопляемой территории превышает 45 квадратных километров. По словам представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Владимира Бекера, одной из самых тревожных проблем на данный момент остается состояние водохозяйственных объектов. На территории вашей области имеется 123 гидротехнических сооружений, из них в республиканской собственности 7, в коммунальной 80, в частной 33 и 3 гидротехнических сооружения являются бесходными. На сегодняшний день 87 сооружений находятся в длительном состоянии, а остальные 36 требуют текущего и капитального ремонта. Особую обеспокоенность вызывают гидротехнические сооружения, построенные в 60-70-х годах прошлого столетия и в связи с этим возрастает вероятность аварии на них. Как выяснилось, требуют скорого решения. Такие проблемы, как ремонт дамбы на правом берегу реки Аят в Тарановском районе, постройка канала в поселке Крызыл-Жулдуз близ города Аркалык, а также ремонт затворок верхней и нижней шартандинских водохранилищ в Ждигаринском районе для защиты районного центра от поводковых вод. Токусный проект. Разработан проект капитального ремонта затвора плотин верхней и нижней шартандинских водохранилищ. Государственная экспертиза на общую сумму 107 миллионов тенге. Однако ремонты откладывались из-за отсутствия финансирования. При отсутствии финансирования в 2015 году данный проект потерял актуальность. Возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации. Объем половодия в Куснайской области ежегодно складывается из ряда факторов. Во-первых, в учет берутся осенние влагозапасы почвы, затем осадки зимнего периода и замыкают эту цепочку в весенние погодные условия. Проведенный метеорологами анализ показал, что осень 2015 года не отличалась обилием осадков. Выпавшие в сентябре и октябре дожди в среднем по области были близки к норме. Отсюда низкое увлажнение почвы. Что касается зимних осадков, то здесь, отмечают синоптики, не все так однозначно. Этой зимой в регионе образовался мощный снежный покров. Сумма осадков, выпавших с ноября 2015 по первую декаду февраля 2016 года, в полтора раза больше обычных показателей. А запас воды в снеге более чем в два раза превысил норму и составил 108 мм при норме 48. Исходя из анализа многолетних наблюдений за последние 20-30 лет, при наличии такого же мощного снежного покрова, как в этом году, большого паводка не наблюдалось. Были средние, выше и ниже среднего. Но максимального не было. Наличие мощного снежного покрова с хорошим запасом воды и снега еще не является однозначным показателем высоких уровней воды в реке. Тем не менее, это не является поводом для бездействия. По мнению местных властей, жители региона должны быть готовы к самым худшим последствиям. Чиновники отмечают, лучше не допустить, чем потом устранять последствия чрезвычайной ситуации. Диара Ахмечин, Артем Грапов, РТН. Диара Ахмечин, Артем Грапов, РТН.